Добрый день, меня зовут Стас, и я представляю вам урок по программе Goudini канадской компании SideFX. Этот урок предназначен прежде всего для моушн-дизайнеров, которые хотят расширить свой инструментарий и воспользоваться процедурными возможностями, которые представляет эта программа. К сожалению, Goudini не пользуется большой популярностью у моушн-дизайнеров, и на самом деле очень жаль, потому что в этом пакете можно делать очень интересные эффекты. Если вы начнете искать информацию по Goudini, то вы столкнетесь с несколькими заблуждениями. Первое из них это что Goudini годится только для симуляции и динамики. В Goudini действительно очень крутая динамика, которая позволяет делать уникальные вещи. В большинстве голливудских блокбастеров всякие взрывы, симуляции воды, пламени и прочие разрушения делаются именно в Goudini. Но на самом деле Goudini это полноценный 3D пакет, в котором можно делать абсолютно все. От моделирования и UV-разверток до рендера и даже композинга. Второе заблуждение это чтобы работать в Goudini требуется умение программировать большой мозг и зрение минус 8. Это конечно звучит очень лестно, но на самом деле неправда. Для большинства повседневных задач не требуется кодинг. Максимум что нужно это что-то сложить, что-то умножить. Такие мелкие математические операции, которые очень достаточно часто моушн-дизайнеры проделывают и в After Effects. Также препятствием для новичков становится необходимость знать английский язык. Так как на русском языке о Goudini крайне мало информации. Очень полезный хелп Goudini, который описывает каждую ноду и в которую вы будете заглядывать очень часто, он естественно тоже на английском. Также на официальном канале Vimeo компании SideFX есть огромное количество бесплатных видео уроков по Goudini. Тоже на английском языке. Итак официальный сайт Goudini и компании SideFX это sidefx.com Здесь вы можете скачать абсолютно бесплатную обучающую версию. Единственное ее ограничение это ваш финальный рендер. Рендер вы сможете выводить в разрешение 720p с логотипом. Также существует совершенно замечательное предложение, которое называется Goudini Indie. Goudini Indie это полноценный пакет Goudini со всеми возможностями, который предоставляется всего лишь за 200 долларов в год. Единственное ограничение здесь это ваши рендеры не должны быть больше 1080p. Для сравнения Goudini FX, самая навороченная версия Goudini, которая используется на крупных продакшенах, стоит 4500 долларов. Мне кажется это замечательный ход компании SideFX, который позволит пользоваться этой программой не только крупным продакшеном, но также и фрилансер. Единственное ограничение ваш годовой доход не должен превышать 100 тысяч долларов. То есть подходит не всем. Итак, что мы будем делать сегодня? Сегодня мы с вами реализуем в Goudini вот такой вот замечательный эффект. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы мы с вами говорили об одном, предлагаю пойти в меню Windows, Десктоп. Выбрать Десктоп с названием Build. Это предустановка, которая расставляет окна именно в таком порядке. Поскольку этот урок предназначен совсем для новичков, мне придется быстро пробежаться по основным моментам интерфейса и по навигации его в Viewport. Если вы все это уже знаете, можете смело проматывать вперед. Итак, здесь есть Viewport стандартный для большинства 3D-пакетов. Я думаю, что вы уже с чем-то подобным сталкивались. Его можно разделить таким образом. Давайте добавим для наглядности сюда коробку. И я очень быстро расскажу, как здесь можно этим Viewport оперировать. Для того, чтобы двигать Viewport, необходимо зажать клавишу пробел. Теперь, если мы будем вести левой мышкой, мы сможем вращаться. Если мы будем влево-вправо вводить правой кнопкой мыши, мы будем отъезжать и наезжать. А средняя кнопка мыши обеспечивает панорамирование. Это очень просто. Достаточно держать пробел. Еще одно полезное сочетание клавиши. Это если мы хотим сфокусироваться на каком-то объекте, мы его выделяем, допустим, в окне Network View и нажимаем пробел G. Этот объект у нас возвращается в центр координат, точнее центр координат сдвигается к этому объекту, и мы можем вращаться вокруг него. Очень удобно. Также у каждого окна существует вот такая вот кнопочка, которая расширяет это окно на весь экран. Горячая клавиша для этого — Ctrl-B. В целом интерфейс достаточно стандартный для большинства графических программ. В After Effects что-то подобное. Есть разные окна, есть разные табы. Вы можете добавлять новые табы. Вы можете, допустим, отстегивать этот таб и переносить его на другой экран. В общем, все достаточно стандартно. Следующие два окна здесь — это окно, так называемое Network View, где будут строиться ваши ноды. И окно параметр, куда выводятся параметры, каждая конкретная нода, которая у вас выделена в окне Network View. Сверху у вас есть вот такие вот панельки с иконками. На самом деле они просто создают ноды в окне Network View. То есть мы с вами будем работать в основном в окне Network View. Правая панелька. Помимо того, что здесь есть возможность создавать камеры и свет, здесь также есть пресеты для разных эффектов динамики. Мы этим пользоваться не будем, поэтому можем спокойно эту панельку закрыть. Также для дальнейшего удобства я поменяю местами окно параметров и окно Network View. Это делается очень просто. Кликаем посередине между этими окнами, они меняются местами. Теперь еще очень важный момент, который будет возникать у нас — это как менять параметры. Например, мы хотим покрутить наш кубик. Для этого есть параметр Rotate. Для того, чтобы его окрутить, мы, естественно, можем здесь набрать какое-то число. Но проще всего это делается с помощью специальной лесенки. Для этого мы на этом параметре нажимаем и держим среднюю кнопку мыши. Появляется вот такой вот списочек. Это шаг, на котором мы можем менять параметр. Например, мы хотим поменять его с шагом 1. Мы выбираем 1 и просто введем мышку вправо или влево. Как видите, это очень удобно. Также можно нажимать не только на окошко с цифрой. Также можно нажимать на название параметра. В таком случае у вас будет происходить вращение во всех трех плоскостях. Это очень-очень-очень удобно. Также для того, чтобы в дальнейшем нам было удобнее работать с частицами, давайте изменим фон нашего вьюпорта на темный. Для этого мы должны нажать вот этот глазик в самом низу этой правой панели. Либо горячую клавишу D. Это вызывает Display Options. Теперь мы идем во вкладку Background. И в цветовой схеме мы выбираем темную. И просто закрываем наше окно. Также мы можем записать это значение как дефолтное. Теперь нам будет гораздо проще увидеть наши частицы. Ну хорошо, давайте приступим к работе. Для начала нам надо с вами определить некоторый алгоритм действий. И понять, каким образом, в общем-то, формируется наш эффект. Как вы видите, по большому счету у нас из центра в шести разных направлениях под углом 90 градусов друг к другу разлетаются такие частицы, которые тянут за собой след. Регулярно, через какое-то определенное время, каждая частица может изменить свое направление на 90 градусов. Скорости движения всех частиц одинаковые. Поэтому, если частицы меняют направление одновременно, то у нас образуется такая очень строгая решетка. То есть давайте сейчас мы просуммируем наш алгоритм. Мы должны в центре рождать какие-то частицы, двигать их по шести возможным направлениям. И через какой-то определенный отрезок времени мы должны менять их направление. Для начала нам придется разобраться с тем, что же такое частицы и как они работают в Houdini. Создадим контейнер для нашей сцены. Переходим в окно Network View. Здесь написано OBJ. Это важно, да, выберите именно OBJ. Это контекст нашей геометрии. Нажимаем здесь Tab. И здесь появляется список всех доступных нам нод. Но мы не будем сейчас ничего искать. Мы просто начнем набирать. G-O-M3. И вот у нас появилась нода Geometry. Выбираем ее и кладем. Нода Geometry это просто наш контейнер. Давайте обзовем его Grid. Grid и войдем внутрь двойным щелчком мыши. Или с помощью Enter. Внутри этого контейнера мы будем строить нашу нодовую структуру. Сейчас здесь по умолчанию лежит нода File, который подгружает вот эту вот геометрию. Давайте мы ее просто удалим. И создадим для начала какой-то источник частиц. Например, пусть это будет куб. Нажимаем Tab. Начинаем набирать Box. И вот у нас появился наш Box. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Вот с помощью этой иконки мы можем выбрать, каким образом показывать нашу геометрию. Здесь можно выбрать, например, Flat, Wire, Shaded. Тогда у нас будут отображаться и грани. И будет достаточно красивая заливка. Хорошо. В принципе, меня все это устраивает. Давайте используем этот куб для того, чтобы с его поверхности рождать частицы. И теперь давайте создадим так называемый PopNetwork. Начинаем набирать PopNetwork. PopNetwork — это, собственно говоря, отдельный контекст для работы с частицами. Давайте перестанем на него флаг превью. Чтобы у нас в вьюпорте отображалось именно то, что происходит на этой ноде. И вот мы видим, что у нас появились какие-то частицы. Давайте нырнем внутрь этого PopNetwork. И вот у нас уже становится немножко страшно. Контекст с частицами, который на самом деле является контекстом динамики. Здесь именно в таком же контексте делаются всевозможные динамические эффекты. Такие как огонь, вода, разрушение и так далее. Этот контекст очень похож на контекст геометрии. То есть здесь точно так же есть ноды с разными входами, которые соединены. На самом деле они отличаются. Дело в том, что в контексте геометрии вы, добавляя новые ноды, каким-то образом геометрию меняете. Давайте приведу пример. Например, добавим ноду Mountain, Которая просто искажает входную геометрию. Что мы с ним можем сделать? Добавим ноду Smooth, Которая вот у нас Превратила нашу геометрию вот в такую забавную. Я сейчас увеличил разрешение нашего куба. Дайду 3 на 3, чтобы Smooth было с чем работать. Smooth просто усредняет позицию каждой точки. И таким образом дальше, 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 дальше мы можем накапливать разные ноды, Которые будут видоизменять нашу геометрию. То есть каждая новая нода, она что-то меняет. И, соответственно, процесс обсчета в године происходит сверху вниз. То есть он берет самую высокую ноду и спускается по связям до ноды, на которые установлен флаг View. В контексте динамики все немножко по-другому. Дело в том, что эти ноды не меняют геометрию. Они лишь задают некую иерархию информации. То есть, по большому счету, здесь происходит обработка какой-то информации. Поскольку мы говорим о частицах, а это просто точки, то информация, которая нам визуально доступна, это их позиция. И, в общем-то говоря, именно на позицию точек, да, по большому счету, влияет вся эта сеть. Давайте разберемся, что здесь есть. Во-первых, у нас есть Source. Это нода, которая автоматически создалась и которая создает источник наших частиц. Давайте посмотрим на ее параметры и разберемся, что здесь есть. Вкладка Source показывает, каким образом на нашем кубе образуются точки, то есть частицы. Первый параметр Emission Type. И здесь написано Scatter onto Surface. То есть, сейчас просто точки случайным образом раскидываются по поверхности нашей геометрии. Давайте посмотрим, что еще можно сделать. Например, можно выбрать All Points. А сейчас уже видно не очень хорошо. Давайте вот здесь, на правой панели, выберем Display Points. Тогда у нас наши точки будут гореть. И мы видим, что в каждой точке нашего куба появилась частица. Еще один вариант — это All Geometry. Это достаточно забавный вариант генерации частиц, который не удаляет изначальную геометрию, и таким образом, меняя положение частиц, мы можем менять и геометрию. Также есть возможность сделать Points. В таком случае частицы создаются не на каждой точке, а каким-то образом последовательно создаются на них, в зависимости от количества. Давайте мы это докажем. Сейчас пойдем во вкладку Burrs, в котором у нас, собственно говоря, и регулируется рождение частиц. Здесь есть два варианта того, как мы можем повлиять на рождение частиц. Это Impulse и Constant. Их отличие очень простое. Impulse Activation — это количество частиц, которые рождаются в каждый кадр, а Constant Activation — это количество частиц, которые рождаются в каждую секунду. То есть сейчас, как вы видите, в каждый кадр рождаются 0 частиц, зато каждую секунду 5000. Давайте мы здесь делаем 0 частиц, а здесь делаем, допустим, 5. И таким образом у нас будут рождаться 5 частиц в каждый кадр. Если мы с вами запустим анимацию, как будто бы ничего не происходит. На самом деле происходит, и частицы рождаются. Они не двигаются никуда, и они находятся в том же месте, где родились. Давайте мы это докажем. Выберем здесь отображение номера точек. Перейдем на начало. Вначале, как вы видите, все достаточно просто. Номера точек — это изначальные номера, которые есть на кубе. Теперь запустим нашу симуляцию. И вы видите, номера побежали вверх. То есть здесь они даже накладываются друг на друга. Видно, что в одной точке здесь не одна, а гораздо больше. Во флотке Burst мы будем пользоваться в основном импульсной генерацией точек. И, кстати говоря, здесь есть интересная возможность. То есть мы можем эту импульсную активацию просто отключать. То есть если мы здесь поставим 0, то у нас не будет рождаться ни одной новой точки. Если мы поставим здесь 1, то, соответственно, у нас это рождение будет продолжаться. Чем это хорошо? Тем, что мы сюда можем записать на самом деле какое-то выражение. Мы должны воспользоваться глобальной переменной, которая называется $f. она возвращает просто номер текущего кадра. То, что в After Effects называется time. Все переменные в гудении начинаются со значка $ и пишутся большими буквами. Поэтому пишем $f. И теперь, допустим, мы хотим родить какое-то количество частиц, допустим, до 5 кадра. И потом прекратить, чтобы это рождение прекратилось. Поскольку по большому счету мы здесь должны вернуть значение либо 0, либо 1, мы можем записать просто сравнение. То есть $f меньше 5. Таким образом, до 5 кадра у нас это выражение будет равно 1. После 5 кадра, начиная с 5 кадра, оно будет равно 0. Давайте проверим. Вот у нас первый кадр, второй кадр, третий кадр. Как вы видите, у нас рождаются новые частицы. И после седьмого, после пятого кадра уже все. Нового рождения не происходит. Давайте мы увеличим количество рождающихся частиц, чтобы это было более очевидно. Первый кадр, второй кадр, третий кадр, четвертый кадр. И все. Рождение прекратилось. Хорошо, теперь мы хотим, чтобы частицы рождались каждый двадцатый кадр. Для этого нам нужно воспользоваться математической операцией, которая называется остаток отделения. То есть мы должны сейчас написать $f процент 20. Эта математическая операция возвращает остаток отделения на 20. Но штука в том, что этот остаток в большинстве случаев будет не нулевой. То есть он будет нулевой только каждый двадцатый кадр. Поэтому мы должны добавить еще вот что. Равно равно 0. То есть мы берем остаток отделения текущего кадра на 20 и проверяем, равен ли он нулю. Знак равно равно означает проверку на равенство. И давайте посмотрим, что из этого получится. Нажимаем play. И как вы видите, каждый двадцатый кадр у нас накапливаются новые частицы. Единственная проблема, что у нас нумерация кадров идет с первого кадра, а не с нулевого. Поэтому в первом кадре у нас ничего не появится. Поэтому давайте мы сейчас из f вычтем единицу. И обязательно в скобочках, да, потому что порядок операций. И вот надея у нас в первом кадре появились. И все замечательно. Вот, собственно говоря, вот это и есть тот самый страшный кодинг, которым часто пугают новичков. Как видите, ничего страшного здесь нет. Просто какие-то базовые арифметические операции. Ну, в общем-то, по большому счету, мы сейчас разобрались с нодой source. Она просто рождает новые точки. Следующая нода, которая здесь идет, это просто нода merge, в которую мы можем воткнуть несколько разных потоков частиц. Например, мы можем рождать их в разных местах. Мы можем разделять один поток частиц на несколько потоков и делать с каждым из них что-то отдельное. Поэтому, в принципе, эта нода merge чисто служебная. Она просто объединяет информацию. Сейчас мы можем ее просто удалить. Дальше у нас есть вот такая вот конструкция. Так называемый pop solver и pop object. Что же такое pop solver? Как мы с вами уже говорили, в контексте динамики происходит обработка информации. И, собственно говоря, вот этой самой обработкой все эти математические операции происходят в этой ноде. Также, если вы будете дальше заниматься гудением, существуют самые разные solver для разных типов информации. Например, solver для огня, solver для воды, solver для ткани и так далее. Pop object — это просто тоже такая служебная нода, которая инициализирует массив информации о вашем объекте. Она говорит, что это у нас будет объект из частиц, то есть pop и добавляет некие дополнительные физические параметры к этим частицам, такие как, например, трение, коэффициент трения, коэффициент соударения и так далее, чтобы может использоваться при взаимодействии, например, с твердыми телами. Но мы этим пользоваться не будем, но pop object нам необходим для того, чтобы инициализировать информацию. Как видите, если мы его отключим, ничего не происходит, все пропадает. Подключим его в левый вход pop solver и все замечательно. Теперь у нас, как вы видите, частицы достаточно скучные, то есть ничего не происходит, они никуда абсолютно не движутся. Добавим сюда какую-нибудь ноду, которая позволит им двигаться. Например, нода force. Начинаю набирать force и, как вы видите, здесь очень много вариантов. Нас сейчас интересуют те force, те силы, которые начинаются со слова pop. И выберем просто pop force. Ставим ее сразу после нашего source input. И здесь есть возможность, допустим, давать какую-то силу в каком-то конкретном направлении. Вот это вот первое, например. Сделаем так, чтобы наши частицы поднимались вверх. Выберем здесь один в игреке и запустим нашу анимацию. Видите, очень круто. То есть у нас каждые 20 кадров появляется частица и летит вверх. Единственное, что анимация идет слишком быстро, поэтому давайте нажмем вот этот вот значок, который включает проигрывание в реальном времени. Тогда где-нибудь стараться придерживаться именно реального времени. И вот у нас раз, два, рождаются новые частицы. Здесь мы можем, допустим, изменить количество частиц на пять. И вот мы видим, что они у нас рождаются из разных точек куба. Сплывают как пузырики. Также здесь мы можем добавить шум, чтобы у нас они летели, частицы летели не вертикально вверх, а с ними что-то происходило более интересно. Увеличим здесь амплитуду и посмотрим, что произошло. Как вы видите, теперь у нас частицы начинают летать во всех возможных направлениях. Мы можем давать сюда поп-эксис форс. Давайте мы сейчас временно выключим наш обычный форс и посмотрим, что он делает. Отключим отображение номера точек. У нас появляется движение по спирали. Увеличим лифт-спид, то есть скорость подъема, скорость движения по орбите и центростремительную скорость. Также мы можем немного увеличить высоту нашего axis-force и посмотрим, что произойдет. Увеличим количество частиц до 50. Как видите, когда я увеличиваю количество частиц, когда меняю какие-то параметры, далеко не сразу же обновляется viewport. Для того, чтобы у нас все было правильно, и чтобы мы видели именно то, что у нас сейчас происходит в нашей сети, мы должны вернуться на первый кадр. Таким образом, симуляция запустится сначала. Нажимаем play, и вот у нас получается такая забавная анимация. Таким образом и происходит работа с частицами. То есть мы имеем некий вход, где рождаются частицы, и после него до pop solver мы втыкаем всевозможные разные эффекторы, которые по сути влияют на информацию. Но давайте определимся, на что именно они влияют, то есть каким образом они двигают точки, потому что это нам будет необходимо для того, чтобы самим эти точки двигать в соответствии с нашим собственным алгоритмом. Выделим любую ноду в нашем поп-нетворке и перейдем во вкладку, которая называется Geometry Spreadsheet. это очень полезная вкладка, в которой хранится информация обо всех атрибутах всей геометрии. Что такое атрибуты? Это на самом деле очень просто, хотя и многих пугает. Атрибуты как таковые есть во всех пакетах трехмерных, просто не во всех есть доступ к ним. Самый простой атрибут точки. Давайте мы перейдем на наш уровень геометрии и выберем наш бокс. И мы видим список наших точек. У нас здесь выбрана показ атрибутов точек и у каждой точки есть основные атрибуты, это его позиция. Все, что угодно в Гудине делается с помощью добавления атрибутов. Допустим, если мы попробуем наши точки раскрасить, добавим ноду Color, то, как видите, у нас появился атрибут CD. Это и есть атрибут цвета и он у нас состоит из трех составляющих R, G и B. Если мы с вами добавим ноду Material, то есть назначим какой-то материал сейчас неважно какой назначим какой-то материал и назначим его для точек. Как вы видите, у нас у точек появился атрибут текстовый, который показывает путь до нашего материала. То есть по большому счету мы можем отдельным точкам назначать отдельные разные материалы. По-моему, это очень круто. Собственно говоря, внутри сети с частицами происходит обработка этих самых атрибутов и добавление новых. Давайте посмотрим, какие-то именно там есть. Здесь немножко у нас отличается внешний вид, поэтому, чтобы посмотреть атрибуты наших точек, мы должны открыть вкладку PopObject и выбрать здесь Geometry. И вот у нас здесь те же самые атрибуты, и как вы видите, их стало гораздо больше. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть позиция точки, у нас есть возраст. Возраст это, собственно говоря, сколько секунд прожила конкретная точка. У нас есть физические атрибуты, например, сопротивление воздуха. У нас есть атрибут, который показывает, жива эта точка или уже умерла. У нас есть атрибуты с силами, которые действуют на конкретные точки. И всякие разные дополнительные. Но самый важный атрибут, который мы будем использовать, это атрибут скорости V velocity. По большому счету, что делает PopSolver? Он каждую свою итерацию берет позицию точки и меняет ее с помощью этого атрибута. Как вы видите, у него есть три компонента. Это вектор. Он просто прибавляет к позиции точки скорость этой точки и получает новую позицию этой точки. А сами атрибуты скорости вычисляются с помощью задействованных сил или какими-то другими способами. Именно благодаря наличию такого атрибута мы сможем добиться нашего эффекта. То есть мы будем менять этот атрибут напрямую без использования всевозможных сил. Давайте мы удалим нашу силу и вернемся к изначальному варианту. Перейдем в ноду Source и здесь во вкладке атрибуты мы можем задать изначальную силу. Как видите, есть параметр initial велости. В данном случае он стоит как использовать унаследованную скорость. То есть мы можем задать этот параметр на нашей геометрии вот здесь и он пройдет внутрь нашего поп-нета. Мы допустим можем выбрать Set Initial Velocity и задать эту скорость изначальную самостоятельно. Как видите, здесь есть два значения. Velocity это собственно говоря то значение скорости, которое мы хотим задать нашим новорожденным точкам. И Variance это некая случайная составляющая скорости. Если мы допустим симуляцию сейчас, у нас точки летят во все стороны. Поэтому давайте мы сейчас Variance снизим до нуля, а зададим велосипед, например, 1.0.1.0. То есть она у нас будет показывать вверх. Это x, y, z. Давайте проверим. Если мы зададим соответственно движение в другую сторону, вот на нем следят по оси x. Если мы зададим минус 1, наши точки полетят в другую сторону. Замечательно. Таким образом, для того, чтобы нам добиться нашего эффекта, нам необходимо менять эту скорость на один из шести вариантов. То есть у нас может быть 1 здесь, 1 здесь, 1 здесь, либо наоборот минус 1, минус 1, минус 1. Все остальные значения, все остальные компоненты скорости должны быть равны нулю, для того, чтобы у нас происходило движение в одном из возможных направлений. Ну что же, по-моему, алгоритм достаточно прост, попробуем его реализовать. Как и все в гудине, это можно сделать разными способами. Давайте мы создадим VexBuilder и с помощью визуального программирования накрутим нашу логику работы. Для этого мы создаем ноду, которая называется POP VOP. эти все сокращения на первом этапе знакомства с гудине, конечно, очень сильно пугают и фрустрируют. Всякий POP, WOP, SHOP и так далее. На самом деле здесь нет ничего страшного. POP это POP оперейтер, WOP это Vex оперейтер, SHOP это shader оперейтер, да, то есть по большому счету просто сокращение, которые позволяют наиболее быстро обращаться к каким-то конкретным контекстам работы. Итак, мы поставим эту ноду сюда. Здесь мы ничего особенного не видим. Дело в том, что эта нода это некий контейнер для Vex кода. Но опять-таки не пугайтесь, мы не будем с вами программировать прямо как настоящие программисты, мы будем программировать с вами как дизайнеры. То есть мы будем создавать нашу программу, наш алгоритм с помощью визуального программирования. То есть мы будем создавать ноты, связывать их и так далее. Вот мы с вами нырнули внутрь POP и здесь у нас есть по умолчанию две ноды. Это подные переменные и выходные переменные. Давайте мы сейчас развернем на весь экран, напоминаю Ctrl-B и посмотрим, что же у нас здесь есть. Кодные глобальные переменные. Это, например, переменная P позиция, V скорость. Также здесь есть все те атрибуты, которые мы с вами уже видели. Это скорость, это сила, это возраст, это цвет. То есть мы можем использовать любые из этих параметров, любые из этих атрибутов, а также подсасывать сюда какие-то свои собственные атрибуты для того, чтобы влиять на позицию наших точек. Если мы сейчас просто соединим вход V и выход V, то у нас ничего не изменится. То есть мы просто со входа передаем информацию на выход без изменений. мы можем например нажав нажав Tab выбрать ноду Random. Ну понятное дело, да, Random это случайное число. То есть у нас есть некий сид и случайное число в диапазоне от 0 до 1. Давайте мы сейчас в качестве сида добавим сюда ну скажем номер текущего кадра, чтобы у нас каждый кадр было новое число случайное и просто добавим с помощью ноды Add к нашему вектору это случайное число. Сейчас этот пример немножко бессмысленный, потому что у нас V это вектор, то есть это имеет составляющие x, y и z, а случайное число это обычный float. И выключим Clam Position to Integer. Мы хотим именно случайное дробное число, не целочисленное. Хотя не совсем понятно, что мы должны из этого получить. Давайте посмотрим нашу анимацию и просто увидим, что что-то работает. Ну что ж, как вы видите, у нас наши частицы летят в одном направлении, потому что мы одно и то же наше случайное число добавляем и к компоненте что-то что-то что мы делаем не сильно помогает нам добиться нашего эффекта. Давайте вспомним наш алгоритм. То есть мы хотим, чтобы каждые 20, 30, 40 кадров у нас точка произвольно меняла направление движения на одно из шести возможных. Кстати, для того, чтобы вызвать вот это окошко параметров, необходимо нажать клавишу P. Когда у вас окно развернуто на весь экран, это очень неудобно, что вы не видите параметров P, нажимаете P, просто здесь параметры меняете. Давайте мы сначала сделаем логику изменения нашего параметра V, каждые сколько-то кадров. Как вы помните, мы также можем использовать остаток. Для этого существует нода модула. И опять-таки, как вы помните, мы должны из нашего номера кадра вычесть единицу, потому что он начинается с первого. А мы хотим, чтобы в первом кадре уже у нас что-то происходило. Поэтому давайте мы выберем Subtract Constant. По умолчанию здесь уже стоит единица. И из номера кадра вычтем единицу. Теперь мы должны найти остаток от деления на какое-то число. это будет количество кадров в наш шаг. Но мы не хотим каждый раз лазить внутрь этой сетки для того, чтобы поменять наш шаг. Поэтому мы поступим следующим образом. Мы нажмем средние кнопки мыши на второй вход. Мы выберем первый пункт, который называется Promote параметр. У нас появился вот такой кружочек. Мы можем два раза на него щелкнуть, и у нас появится еще одна нода параметра. Теперь если мы поднимемся наверх, то мы увидим, что у нас здесь появился новый параметр, который сейчас называется Input2. Давайте мы изменим его на его имя. Step и Label, то есть то, как он будет появляться, у нас будет так и будет Step. И по умолчанию допустим пусть будет 20. Поднимаемся наверх, вот у нас появился параметр Step 20, и мы можем здесь его менять. Так дальше, как вы помните, мы должны сравнить этот остаток с нулем. Если он равен нулю, то что-то должно произойти. Для того, чтобы сравнить два числа, мы должны использовать ноду Compare. Заводим наш остаток на первое число, а второе число у нас так и будет равно нулю. И как вы видите, мы здесь можем задать вариант теста, например, равно, меньше, больше и так далее. Выбираем равно. Теперь у нас появилось новое значение, как видите, оно называется boolean, то есть оно может быть либо true, либо false, либо единица, либо ноль. Теперь мы можем его использовать в ноде ToWay Switch. ToWay Switch он просто переключает один из входов в зависимости от некого состояния. То есть мы подключаем наш выход с Compare на это состояние, подключаем и здесь мы должны выбрать какой вход мы будем использовать в случае если это условие истинно или ложно. Итак, допустим, мы хотим по умолчанию UseInput1 и в ConditionTrue. Соответственно, второй вход будет использоваться, если здесь результат будет не равен нулю. Поэтому на второй вход мы включаем нашу изначальную скорость, а выход получаем скорость. Ну что ж, мы реализовали с вами логику. Давайте теперь ее проверим. Мы можем добавить сюда Noise, Выберем допустим Turbulent Noise. В позицию мы запишем позицию нашей точки. Сделаем из него 3D Noise, то есть который будет направлен во все стороны и выберем тип, например, Spartan Invasion, чтобы он был от минус 1 до 1. То есть у нас появился вектор, который будет случайно образом меняться в зависимости от позиции нашей точки. Давайте подключим его в наш первый выход, первый вход, точнее, нашего 2-way свитча и просто проверим, что у нас получается. Закроем наше окно и вот как мы видите, очень здорово у нас каждые 20 кадров точки меняют свое направление. Тоже первая часть нашей логики готова. Давайте мы вернемся сюда, уберем наш Turbulent Noise и продолжим работу. Итак, теперь к первому входу мы должны подключить уже нашу логику изменения скоростей. А это можно сделать самыми разными способами. Давайте просто создадим 6 констант. Набираем Constant, выбираем тип константы вектор и здесь первая константа будет 1,0,0 Ctrl-C, Ctrl-V 0,1,0 Ctrl-C, Ctrl-V 0,0,1 так. Теперь мы скопируем все три здесь просто добавим минус, 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 минус. Теперь мы должны для каждой точки в этот момент времени выбрать одну из этих констант. Делается с помощью ноды Switch. как вы видите у нее здесь сейчас есть первый вход который называется Switcher сюда мы будем подавать номер той константы которую хотим выбрать и начиная со второго входа мы подключим все наши константы к этому свечу и результат подключим сюда. Отлично. Сейчас поскольку эти константы у нас уже есть и они как мы видим все правильные давайте мы их свернем чтобы они нам не мозолили глаза нажмем правой кнопкой на наш Switch и выберем Hide Inputs теперь нам необходимо создать логику переключения то есть мы должны выбрать случайное число от нуля до пяти чтобы выбрать одну из этих шести констант возьмем наш любимый Random точно так же в качестве случайного числа мы выберем Frame но этого мало потому что в таком случае у нас все точки будут лететь в одном направлении поэтому к нему еще добавим номер текущей точки и тяну в таком случае у нас будет совершенно случайное число для каждой точки в каждом фрейме но это число у нас от нуля до единицы соответственно мы должны сейчас придумать как сделать его от нуля до пяти это элементарно мы должны умножить его на 5 Multiply Constant умножаем на 5 но как вы понимаете сейчас у нас это число будет от нуля до пяти включая 0,4 3,2 и так далее то есть это число с плавающей запятой мы должны преобразовать его в целочисленное для этого воспользуемся ноды Round Round Integer подключим сюда на вход это нода не создает целочисленное число она просто подтаскивает это число к ближайшему целому но на выходе как вы видите у нас все равно есть флот но это неважно мы просто можем подключить его на вход нашего свеча и теперь давайте посмотрим на результат работы ну как вы видите что-то происходит сейчас достаточно сложно понять правильная ли это логика давайте за каждой точкой добавим след для этого мы поднимемся на уровень нашей геометрии выйдем из попнета и добавим ноду Trail нода Trail это примерно как эхо в After Effects то есть мы можем добавлять новую геометрию исходя из предыдущего значения положения этой геометрии сейчас все будет понятно давайте мы выберем Trail Lane Length допустим 10 и запустим вау ну что ж как вы видите у нас работает наш эффект совершенно замечательно только давайте мы вместо точек сделаем линии это делается вообще элементарно в Result Type вместо Preserve Original мы выберем Connect as Polygons и здесь выберем снимем галку с Close Rose ну что ж как вы видите у нас теперь прямые линии которые расходятся под прямыми углами и эта сетка если мы посмотрим сбоку представляет собой достаточно точные квадраты кстати я переключил этот view с помощью клавиши пробел и 2 пробел 2 это вверх пробел 3 это Front View пробел 4 Right View или Left View если нажать его заново пробел 1 это возвращение на наш перспективный план ну что ж по-моему отлично теперь давайте мы Trail Land увеличим достаточно сильно до 200 допустим чтобы у нас эти линии просто рисовались ну ладно теперь давайте проверим насколько мы можем влиять на нашу геометрию во-первых мы хотим иметь возможность свободно изменять шаг с которым меня меняется направление давайте мы добавим ноду нул это просто у нас будет контроллер да мы ее сейчас раскрасим красный цвет назовем ее Control сюда мы добавим параметр который будет менять у нас шаг для этого мы выделим ноду нашу Control переходим в шестеренку выбираем Edit Parameter Interface и здесь мы можем добавить любой параметр на нашу ноду добавим Integer потому что у нас номер кадра это естественно целое число и назовем его Step Step и Range допустим чтобы она менялась от какого-то до какого-то допустим до 100 Apply и Accept вот теперь мы здесь можем менять наше число поставим здесь 20 а теперь мы должны записать ссылку на это число внутри нашего и попнета давайте мы скопируем его правой кнопкой щелкнем на слово Step и выберем Copy параметр зайдем внутрь нашего попнета итак у нас есть несколько мест куда мы хотим добавить этот Step во-первых вот сюда в наш PopWop как вы помните мы вынесли параметр Step наверх делается это очень просто мы правой кнопкой щелкаем снова по слову Step и выбираем Paste Copy Relative Reference таким образом он добавит ссылку на наш параметр Step при этом воспользуется не абсолютным путем то есть не будет писать Обидж Грид и так далее он воспользуется относительным путем как это происходит в операционной системе то есть мы поднимаемся на уровень выше еще на уровень выше заходим в ноду Control и выбираем параметр Step таким образом если мы что-то переименуем если мы перенесем куда-то в другое место нашу сеть то у нас все ссылки сохранятся отлично у нас есть еще одно место куда можно было бы этот параметр Step запихать а именно вот сюда в Source как вы помните мы сейчас рождаем частицы каждые 20 кадров мы хотим вместо вот этой двадцатки записать ссылку на этот же параметр сделаем это просто мы выделим его здесь Control-C заходим сюда Опа Control-V отлично теперь у нас должна появиться возможность свободно менять этот шаг давайте проверим если мы здесь поставим место 20 допустим 10 мы можем поставить 40 смотреть что изменится как видите все нормально меняется еще естественно мы хотим менять количество точек которые у нас рождаются каждый шаг давайте добавим еще один параметр в интерфейс тоже integer это будет назовем ее ну и number of particles except допустим сейчас поставим 10 точно так же делаем копии заходим в поп нет и в нашем соурсе вместо impulse count который у нас сейчас стоит 50 мы вставим наш relative reference давайте посмотрим что изменилось как вы видите количество точек стало меньше меньше мельтешений мы можем рассмотреть всю красоту нашего эффекта хорошо теперь добавим непосредственно сами частицы шарики чтобы они летали у нас здесь и показывали вот эти самые пакеты данных делать это очень просто во-первых мы добавим сферу сейчас по умолчанию она очень большая давайте мы сделаем 0 05 радиус этому сферу раскопируем на и наши изначальные точки да то есть она должна идти перед нашей линией для этого воспользуемся нодой копии нода копия она позволяет копировать геометрию например на точке другой геометрии что нам сейчас и нужно как видите у нее два входа если мы нажмем средней кнопкой мыши на левый вход мы увидим примите в 100 копии то есть это геометрия которую мы будем копировать а нажмем на правый вход template to copy то есть это геометрия на которую мы будем копировать давайте подключим сюда наши изначальные точки сюда сферу и уоли у нас появились сферы в местах где находятся эти точки давайте проверим и сейчас у нас есть отдельно сферы и отдельно наши линии давайте мы их объединим нода мерч чтобы видеть их одновременно и посмотрим на результат сейчас мы столкнулись с небольшой проблемой давайте посмотрим внимательно например вот на эту точку как видите сначала она идет вперед потом возвращается назад и это логично ведь у нас направление выбирается совершенно случайным образом не учитывая предыдущее направление движения точки мне кажется это не очень красиво и нужно исключить вот эту вот инверсию направления для того чтобы точки у нас двигались только вперед давайте подумаем как можно это сделать войдем в наш попнет поп воп опять-таки это можно сделать самыми разными способами но мы поступим достаточно просто мы возьмем нашу предыдущую скорость и сложим ее с текущей скоростью раз и вот скорость которая новая два что это нам дает сложение векторов в общем-то по большому счету как сложение цифр сложение чисел сложить отдельные и ее составляющие и получите новый вектор то есть если у нас новый вектор отличается от старого только знаком то у нас на выходе будет 0 иначе будет какой-то большой вектор но для того чтобы понять что этот вектор нулевой мы должны вычислить его длину выбираем нодулент и все нодулент просто вычисляет длину вектора под трем его координатам и длина вектора получается float то есть если у нас вот это будет равно нулю то мы должны выбрать другой вариант то есть если у нас вот это значение будет равно нулю то мы должны сюда на вход подать не новое значение скорости а предыдущее значение скорости тогда у нас несмотря на то что выбор будет все равно идти из шести вариантов у нас движение вперед будет иметь два шанса из шести таким образом у нас сеть наша будет более сильно расползаться более интересно давайте мы это реализуем известным нам способом two-way switch добавим вот сюда вот на вход только мы подадим это не на condition а на первый вход а второй вход мы подтащим к нашей старой скорости теперь мы должны просто сравнить вот это с нулем compare равно равно нулю и подать на condition теперь давайте посмотрим если это равно нулю то мы должны брать старую скорость то есть брать второй input то сейчас мы должны выбрать use input один и в condition fails то есть если не равно нулю мы берем нашу новую скорость в противном случае берем старую скорость ну что давайте посмотрим на результат мне кажется что все должно получится перемотаем назад чтобы обновить симуляцию ну вот как вы видите все работает теперь у нас больше шанса что частица будет ползти вперед и получается достаточно интересный результат давайте мы изменим наш шаг опять-таки мы можем здесь вместо нашего бокса допустим поставить одну точку с которого с которой мы хотим генерировать наши частицы выбираем оператор add и здесь ставим галочку таким образом этот оператор просто добавляет нам одну точку в данном случае в центр координат поставим вместо нашего бокса вот сюда посмотрим на результат ну как видите все работает то есть мы можем спокойно менять нашу входную геометрию это замечательная способность гудини которая называется процедурность то есть мы можем один раз создать систему и менять ее под любые условия необходимые нам ну что же у нас получилась вполне замечательная сетка давайте добавим еще один последний параметр а именно дадим возможность менять скорость которой движутся наши частицы добавим параметр control это будет у нас теперь float назовем его speed допустим range от 0 до 2 accept напишем 1 copy параметр теперь единственное что непонятно куда его втыкать потому что понятное дело что наша скорость сейчас задается вот этими константами которые равны единице на самом деле все просто для того чтобы изменить длину вектора мы должны просто умножить его на какое-то число поэтому давайте здесь после всей нашей логики добавим ноду мультиплей и сделаем промоут параметр второй то есть на что мы будем умножать поднимемся выше и здесь сделаем paste copied relative reference и давайте проверим как это работает сейчас у нас ничего не изменилось потому что скорость равна единицы давайте поставим скорость 2 вау ну как вы видите все работает давайте поставим 1.1 вот собственно говоря и все надеюсь что после этого урока motion дизайнеры задумываются о том чтобы использовать гудини в своей работе потому что возможности которые он предоставляет просто безграничны а также надеюсь что вы немножко поняли как работать с параметрами как работать с частицами гудини и будете использовать это в своей работе всем спасибо за внимание спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!